Мы продолжаем школу «Дары Святого Духа» и сегодня у нас урок 9, последний. Разные языки. Слава нашему Господу! Это интересная тема, она не новая, многие из нас говорят языками, но сегодня я сделаю некоторые акценты на каких-то вещах, которые будут для вас очень полезны. И также есть много людей, которые еще не говорят языками, а есть люди, которые вообще сомневаются, говорят ли они языками. Поэтому это будет полезно всем. И я сегодня буду читать с нового перевода «Благословение Отца», потому что там можно будет сделать определенные акценты. И этот перевод будет во время проповеди на экране, но если у вас есть канонические переводы, рекомендую вам следить, потому что здесь есть тонкие вещи, о которых я буду говорить, и это будет изучение Слова, и это очень интересно, я люблю это. Господь, пусть Твоя истина сделает нас свободными во всех сферах жизни. И Слово Твое есть истина. Аллилуйя! 1 Коринфянам, 12 глава, 10 стих. Илг. Иному – действие сил чудотворных, а иному – пророчества, иному же развичение духов, а другому – разные виды языков, иному же истолкование языков. Разные виды языков Вдумайтесь, почему здесь во множественном числе Разные есть виды языков Поэтому все, кто пытаются уравнять понятие языков К одному языку У вас будет постоянно в голове несостыковка Именно есть дары Святого Духа Которые проявляются как разные языки И я действительно нашел в Новом Завете Разное описание для языков Я быстро зачитаю вам Марка, 16 глава, 17 стих И знамения будут сопровождать у веровавших Именем моим будут изгонять демонов Будут говорить на новых языках Давайте скажем, новых языках Далее, 1 Коринфянам 13, 1 Если я говорю языками человеческими и ангельскими О любви не имею, то я и так далее Если я говорю Здесь не просто ангелы говорят Если я говорю человеческими и языками ангельскими А дословно в греческом языками ангелов Представляете, вы думали об этом? Оказывается, мы можем говорить На языке человеческом И можем говорить на языке ангелов Это еще одно описание Еще каких-то языков Еще 1 Коринфянам 14, 14 Потому что, когда я молюсь На незнакомом языке То хотя дух мой и молится Ум мой остается без плода Смотрите, я молюсь на незнакомом языке И в это время что? Дух мой молится Дух мой Это не о Духе Святом Дух мой молится Вот, пожалуйста Новые языки Языки ангелов Язык Духа Или молитва Духовного Человека Очень интересно Итак, мы находим Много Много Языков И пусть это вам поможет И Больше всего языках можно прочитать В 1 Коринфянам В Коринфянах 14 главе Откройте И мы будем быстро читать Потому что много есть тонкостей И А время, как обычно, мало С первого стиха Стремитесь иметь любовь Ремнуйте о дарах духовных Но больше, чтобы пророчествовать И перед тем, как мы пойдем дальше Со второго по четырнадцатый стих Апостол Павел Наставляет относительно Говорения на языках А уже с четырнадцатого стиха Он наставляет относительно Молитвы на языках И пении на языках Это важная деталь И я акцентирую на этом Потому что Он в одной главе Описывает Ну, разные-разные Проявления Глосарии Глосарии То есть, как мы можем Говорить или молиться Используя языки Понимаете, да? Читаем со второго стиха Потому что Говорящий на языке Не людям говорит А Богу Так как никто его не понимает Он духом говорит тайны Пророчествующий же Говорит людям в назидание Увещевание и утешение Говорящий на языке Себя назидает Пророчествующий Назидает церковь Бога Давайте сразу слово назидает Чтобы было понятно У этого слова есть два значения Первое значение Это назидать Созидать Строить Оно употреблялось везде В Новом Завете Где Описывалось, что Кто-то что-то строит Поэтому первое значение Этого слова Это что-то строит Созидает Поднимает что-то И второе значение Назидать Это Учить И оно применяется Где Кто-то кого-то научал И обучал И эти два значения Нужно рассматривать Я еще раз Четвертый стих Прочитаю Говорящий на языке Себя Назидает А порочествующий Назидает Церковь Бога Хочу Хочу Маленький Сделать акцент Язык О котором Здесь мы читали Во втором Третьем Четвертом Стихе Явно Отличается От того Который проявился В день Пятидесятницы На апостолах Просто смотрите Какой здесь есть Контраст Здесь сказано Говорящий На языке Не людям Говорит А Богу Но в день Пятидесятницы Они говорили Для людей Их слышали люди На разных Наречиях Здесь сказано Что Говорящий на языке Себя Назидает Но там они явно Не себя назидали Они О великих делах Божьих Говорили И собралось там Несколько тысяч Человек Мы знаем И каждый Слышал На своем Наречии О великих Делах Божьих Поэтому видим Что это Разные Языки Действительно В том случае Был язык Где они Наоборот Говорили К людям Понятно Говорили А здесь Здесь мы читаем Непонятный язык Не к людям Он сам где-то Акцент Но это Между тобой И Богом Таким образом Есть действительно Языки Которые Проявляются Чтобы люди Их поняли Это Иностранные языки Разных народов Разных наречий И вы слышали Разные истории Когда Кто-то молился Языками И человек из другой Народности Говорит О, я понимаю О чем ты говоришь Вот это как раз Вот эти языки Но о которых Он здесь писал Очень интересно Он говорит Язык На котором Человек говорит Не людям Но Богу И Услышьте Очень внимательно Мне сейчас Представляете Многие из нас Часто говорят Я даже не знаю О чем Молиться Вот и нужно Молиться На вот этом Языке Который И никто не понимает И ты сам не понимаешь О чем ты молишь Написано Никто его не понимает Этот язык Ты С Богом Общаешься Так что это Полноценное Молитвенное Общение С Богом И Делайте это Друзья Не отказывайтесь Ни в коем случае И Более того Мы читали Сказано Что человек Так себя Строит Назидает Созидает Подобно Как пророчествующий Назидает Церковь Подобно Когда ты молишься Языками Ты себя Строишь Созидаешь Поднимаешь Наставляешь Казалось бы Ты тарабанишь Просто что-то Но Не будем умолять То что здесь происходит Он сравнил Точно так Как Пророчествующий Назидает Церковь Говорящий языками Такое же благословение Приносит сам себе Аллилуйя После этого учения Я вам гарантирую Вы Сегодня же Будете Чаще молиться На языках Чем мы делали До этого И вы будете Назидаться И это будет Это будет Очень сильно Влиять на вашего Духовного человека Потому что Когда-то сатана Пришел И Эту тему Размыл И люди Ну да Зачем нам это Тарабарщина Это Не-не-не Говорящий На языке Не людям Говорит Но Богу Все Я с Богом Общаюсь Вы Общаетесь С Богом И даже Если какие-то Фразы Ла-бла-бла-бла-бла Мы дальше Узнаем Это язык Духа Фразы Вообще Не имеют Значения Фразы Меют Значения Другой Вид языка Где ты Говоришь На иностранном Языке Другим Нациям Вот там Фраза Имеет Значение Он должен Услышать На этой Фразе Должен Слышать Что-то Для него А здесь Вот эти Та-та-та-ба-ба-ба Вообще Не имеют Значения Это язык Духа Сам Звук И Бог Вообще Это Дух И это Молитва Духа В принципе Я думаю Даже И так Скорее Всего Можно Ну Ну Если Это Молитва Духа И Бог Дух Окей Ну Не будем Развивать Новую Теорию Читаем Дальше Пятый Стих Я хочу Чтобы Все Вы говорили На языках Но Еще Больше Хочу Чтобы Вы Прочествовали Потому Что Прочествующий Значительнее Чем Говорящий На языках Если Только Он Не будет Истолковывать Чтобы Церковь Получила Назадание И Теперь Братья Если Я приду К вам Говорить На языках Какую Я принесу Вам Пользу Если Не Принесу Откровение Или Знание Или Прочество Или Учение Так Давайте Остановимся Высший Апостол Павел Упоминал Что Говорящий На языках Назидает Себя Но Здесь Сразу Сразу Он Говорит О Бесполезности Говорения На языках Перед Собранием И Это Важно Учитывать То Есть Говорение На языках Полезно Для Самоназидания Для Самосозидания Но Без Истолкования Публичном Служении Говорение Всем Он Называет Бесполезным Тоже Это Важно Учитывать И Мы Поймем Мы Сложим В конце Всю Эту Картину И Поймем Что Он Пытался Донести Седьмой Стих Если Бездушные Предметы Издающие Звук Будто Сфирель Или Кефара Не Издадут Раздельных Звуков Как Распознать Что Играют На Сфиреле Или Кефаре Кстати Вы Может Удивляетесь Что Здесь Стоит Не Лира Не Гусля Кефара Действительно В греческом Стоит Кефара Она Отличается От Лиры Размером В общем Это Чуть-чуть Другой Инструмент И В книге Откровения Старцы Играли Именно На Кефарах Это Тоже Имеет Значение Но Это Отдельная Тема Восьмой Стих Ведь Если Труба Издаст Неясный Звук Кто Будет Готовиться К Бою Вам Показываю Да Так И Вы Если Не Издадите Языком Отчетливого Слова Как Распознать О чем Говорится Вы Будете Говорить На Ветер Сколько Есть В мире Разнообразных Слов И Нет Ни Одного Из Них Без Значения Итак Если Я Не Знаю Значение Слова То Для Говорящего Я Буду Чужестранцем И Говорящий Будет Чужестранцем Для Меня Так И Вы Как Ремнители Даров Духовных Для Назидания Церкви Ищите Их Изобилие Поэтому Он Подводит Итог Говорящий На Языке Пусть Молится О Толковании Ок Давайте Здесь Делаем Акцент Ранее Мы Читали О языках Которые Не Предназначались Для Людей Помните Он Писал Это А здесь Он Уже Делает Акцент На Языках Которые Могут Назидать Церковь Если Там Будет Их Истолкование Держите Это Потом Кто Говорит На Языке Пусть Молится О Толковании Каждый Из Нас Должен Молиться О Истолковании Кто Из Вас Говорящий На Языках Вчера Молился Об Истолковании Поднимите Руки Выше Выше Три Человека Начните Молиться Об Истолковании Для чего Что Вы Могли Толковать И Потом Могли Высобождать Через Порочество Или Как Угодно В каком То Виде Это Инструкция Необходимо Молиться Об Истолковании Читаем Дальше 14 И Здесь Павел Переходит Уже От Говорения На Языках К Молитве На Языках И Пению На Языках Ведь Если Я Молюсь Если Перестает Употреблять Ближайший Этот Отрывок Слово Говорить А уже Использует Молитва Это Разные Вещи Потому Что Почему Я Сакцентировал На Это Потому Что Позже Он Говорит Когда Вы Приходите В церковь У кого-то Есть Песня У кого-то Есть То-то 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 У кого-то Есть Язык То-есть Они Приходили Заготовкой У них Что-то Было И Кто-то Говорил На Языках Почему Это Послание Написал Он Приводит В порядок Потому Что Дальше Мы Коснем Похоже У них Кто-то Вставал У меня Есть Псалом Человек Пел Кто-то Говорил У меня Есть Пророчество А кто-то Вставал У меня Есть Язык Трун-тун-тун-тун-тун-тун-тун Аминь То есть И До него Это Дошла Эта Информация Потому Он Пишет Это Корректирующее Послание Что Сам Себя Назидай Сколько Хочешь Это Вот Такое Дело Назидай Но Если Ты Хочешь Как Словом Делиться То Тратата Не годится Оно Не Приносит Назидание Ты Должен Получить Рестолкование И Теперь Он Переходит К Молитве Это Уже Другое Ведь Если Я Молюсь На Языке То Дух Мой Молится Вот То Что Мы Говорили Видите Это Все Так Молитва Духа Духовного Человека Но Ум Мой Бесплоден То В Это Время Ум Не Включается Так Что Интересно Он Сам Зовет Вопрос И Сам Сейчас Будет Отвечать На Него Буду Молиться Духом Но Буду Молиться И Умом Буду Петь Духом Но Буду Петь И Умом Мне Нравится То Что Он Написал Потому Что Здесь Есть Интересная Последовательность Молиться Духом И Потом Молиться Умом Петь Духом Потом Петь И Умом Можно Как Угодно Но Эта Последовательность В ней Есть Смысл Вы Догадываетесь Какой Смысл Когда Ты Начинаешь Молиться Духом И У тебя Есть Истолкование Что Дух Сейчас Высвобождает То У тебя Происходит Понимание Тогда О чем Молиться И Твоим Естественным Языком То есть Какая Проблема Что Бога Волнует Сейчас Что В духовном мире Происходит Что Бог хочет Чтобы Высвободилось То есть Ты Пришел На Молитву У тебя Ум Пустой Ты Молишься Духом Бог Загружает Тебя У тебя Есть Понимание Что Сейчас Происходит В Духовных Сферах И Ты Молишься Умом Вот Тебе Столкование Вот Ты Назидаешь Церковь И Так Само Песня Так Что Эта Последовательность Она Логична И Это Здорово Особенно Но Если Вы Стали И Не Идет Молитва Или Ты Просто Хочешь Не Молиться Дай 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 Или Перечислять Много Списков Отлично Пусть Дух Твой Молится А Ты Григосподь И Я Благодарю Тебя За Истолкование Благодарю Оно Приходит Прямо Сейчас Я Хочу Знать Что Что Сейчас Происходит О чем Дух Сейчас Взывает И Ты Помните Это Старая Практика Переседческое Пробуждение Которое На Зуза Стрит Началось То есть Вы внимательно Почитаете Они Много Молились Языками И Потом Переключались И Начинали Пророчествовать Начинали Проповедовать Каких-то Тайнах Говорить То есть Они Подключались По большому Счету Назидались И Потом Говорили Что Именно Что Что Происходило Сейчас Мне Это Нравится Не знаю Как Вам Аллилуйя 16 стих Ведь Если Ты Будешь Благословлять Духом То Занимающий Место Непосвященного Как Сказать Аминь На Твое Благодарение Если Он Не Знает Что Ты Говоришь И Хотя Ты Хорошо Благодаришь Другой Не Назидается 18 стих Благодарю Бога Моего Я Больше Всех Вас Говорю На Языках Давайте Остановимся Похоже Это Очень Важная Практика Была В жизни Апостола Павла Если Он Осмелился Вот так Прямо Написать Кто Из вас Понимает Что Он Был Скромным Человеком Он О себе Много Не Говорил Послание И Здесь Он Пишет Я Больше Всех Вас Я Перепроверял Греческом Действительно Он То Что Написал То Имел Ввиду Он Хотел Сказать Примерно Вот Что Все Вы У вас Там Дары У вас Нет Недостатка Никакого Дарования Вы Там По Пять По Десять Чек Стоете Говорите Языками Одновременно Я Больше Всех Вас Говорю Языками Это Очень Важно Это Очень Важная Практика Если Он Так Много Уделил Времени Языкам Он Назидал Себя Серьезно Аллилуйя Но В церкви Хочу Лучше Пять Слов Сказать Своим Умом Чтобы Но В церкви То Получается Смотрите Похоже Он Специально Употребляет Но В церкви Значит Вне Церкви В своей Молитвенной Комнате В его Походах Поездках В тюрьме Он Много Молился Языками Но В церкви Когда я к вам Прихожу Как проповедник У нас Собрание Лучше Он говорит Я скажу Пять слов Своим Умом Чтобы и Других Наставить Чем Множество Слов На языке Поэтому Он Сравнил Пять Слов Понятных Тяжелее Весомее Но По уму Будьте Совершенными В законе Написано Иными Языками Иными Устами Буду Говорить Народу Этому Но И так Не послушает Меня Говорит Господь То есть Он Он Привел Пример Что Если Вы Думаете Что Я Сейчас Как Скажу И Все Попадают И Все Люди Все Растают Главное Сказать Этих Языков Он Говорит Не Бог Говорит Я буду Говорить Люди Стослужить Не Будут Потом Он Их Призвал Ну Будьте Мудрыми Будьте Взрослыми И Вот Мы Движемся К Концу 23 стих Таким Образом Языки Служат Знамением Не Для Верующих А Для Неверующих Прочество Жи Не Для Неверующих А Для Верующих Поэтому Если Вся Церковь Сойдется Вместе И Все Будут Говорить На Языках И Войдут Непосвященные Или Неверующие Не Скажут Ли Они Что Вы Безумствуете А Если Все Прочествуют И Войдет Кто Неверующий Или Непосвященный То Он Обличается Всеми Судится Всеми Тайны Сердца Его Обнаруживаются И Таким Образом Павший Ниц Он Поклонится Богу И Провозгласит Действительно Бог Между Вами Знаете Дословно В греческом Бог Пребывает В Вас В каждом Из вас Кто Говорит То есть Кто То есть Не просто Абстрактно Бог Среди Вас Человек Какой Говорит Там Всю правду Действительно Бог У вас Бог У вас Действительно Это Очень Интересно Это Сложное Место Для Понимания Здесь Язык Павла Вообще Он Сложный Вот Лена Знает Мы Делаем Перевод Библии Его Послания Самые Сложные И Даже Сами Апостолы Представьте Говорили Что В его Посланиях Есть Что Непонятное Апостолы Носители Языка Носители Этой Культуры Не Всегда Могли Понять Что Павел Пишет Вот Но Есть Два Толкования Вот Этого Отрезка Который Я Прочитал Первое Толкование И Я думаю Нужно Два И И И И И И И И На небе Узнаем Какое Правило Первое Толкование Что Языки Это Знамение Для Неверующих Это То Что Произошло В день Пятидесятницы То Они Получается Слышали И Они Вау Как Они Наших Языках Они Знают Все Они Говорят О Великих Делах Божьих А Для Верующих Знамения В Церкви Приходят Какие-то Люди Непосвященные Непросвященные С грехами Тайком Раньше Нельзя Было Просто Так На служение Попасть Вы Понимаете Были Служения За закрытыми Дверьми Могли Прийти Люди Только По Свои Кому Подсказали Но Там Тоже Были Странные Люди И Вот Пришли Непосвященные Или Странные Люди Сомневающиеся А Тут Церковь Прочествует И Пым Классно Господь Мы их Обличили Мы нашли Они Лжебратья Но Они Поклонились И признали С вами Бог Все Хорошо Это Первое Толкование Какое Есть Классическое Христианство И второе Толкование Оно Снова Чисто На Моменты В греческом Смотрите Я читаю Снова Если К вам Зайдут Непосвященные Или Неверующие Слово Неверующие Точно Так Одинаково На равных Правах Переводится Давайте я еще Все значения Прочитаю Этого слова Так Так Неверный Маловер Недоверчивый Сомневающийся То есть Если к вам Зайдут Непосвященный Или Сомневающийся Человек И обличается Всеми Судится Всеми Тогда Он понимает Что С вами Бог Точно С вами Бог То есть Неверующие А тогда Они говорят Что С вами Точно Бог Вы знаете Все Мы зашли Вы нас Просканировали И наконец Апостол Павел Подытоживает Свое Наставление Языках 26 стих Что Что Братья Когда Вы Сходитесь У каждого Из вас Есть Псалом Наставление Откровение Есть Язык Есть Толкование Все это пусть Будет К назиданию Говорит Говорит На Языке Говорите По Двое Или Максимум По Трое Максимум Скорее Всего Там Реально У них Было Да Если Он Делает Такую Градацию Ну Максимум Трое Скорее Всего Они Просто Вставали И Кто Кого Громче Кто Кого Переговорит Максимум Трое И То По Очереди А Один Пусть Истолковывает Если Женит Истолкователя Молчи В церкви А говори Себе И Богу То Что Мы Раньше Читали Это Твой Язык С Богом Нормально Все Таким Образом Братья Мои Ревнуйте Чтобы Прочествовать Но И Не Препятствуйте Говорить На Языках Но Пусть Все Происходит Прилично И По Порядку Мы Закончили Делаем Теперь Мы Выводы Это Апостол Павел Подытожил Теперь Мы Первое Мы Узнали Что Говорение На Языках Созидает Строит Человека Это Очень Важно Потому Что Павел Уделял Этому Очень Много Времени Он Больше Всех Их Говорил Языками Держите Второе Мы Узнали Это Как Инструкция Говорящий Языками Должен Просить Об Истолковании Почему Мы Узнали Причину Чтобы Можно Было Не Только Себя Назидать Но И Других Поэтому Это Очень Правильно Все Кто Прошел Эту Линию Вы Имеете Языки Обязательно Идите На Следующий Шаг Вам Нужное Столкование Чтобы Потом Когда Вы Говорите На Языках Или Молитесь Или Поете Или Благословляете Кого Мы читали Здесь Да Или Благодарите Чтобы У вас Было Понимание Что Дух Сейчас Говорит И Вы Могли Назидать Всех Собрание Которое Вокруг Вас Также Мы Узнали Что Человек Способен Толковать Свой Дар И Также Чужие Дары Двое Пусть Максимум Трое Порочествуют По очереди Точнее Говорят На языках По Очереди А Один Тот Пусть Толкует Поэтому Мы можем Толковать Языки Других И Последнее Давайте поднимемся вместе И будем молиться Правильно Молиться И умом И Языками Правильно Молиться Как Угодно Но если Вы Не знаете О чем Молиться Или вы Просто Хотите провести С Богом Время Молитвы Мне кажется Хорошо Начинать С молитвы На языках И потом У тебя будет Понимание О чем Молиться Естественно И так Сам По поводу Пения Если у тебя Есть заготовленная Песня Отлично Пой А потом Можешь включиться Духом петь Если у тебя Нет заготовленной Песни Но сердце Так хочет Бога Прославить Начинай Петь Языками А потом И песня Родится Я так Делаю Все время Когда на Конференциях Бывает Не всегда Поют То Что можно Поклоняться Богу Знаете Есть песни О Боге А есть песни К Богу И мне нравятся Песни Ну К Богу Не о Боге Не просто Как будто Бог в стороне Стоит А мы здесь А он стоит И Как бы На него Внимания нет Это мы здесь Да Бог хороший Да Бог хороший Да Все хорошо А вот Когда Ты Хороший Мы Тебя Любим Ты Наша Драгоценность Ты Классный То есть Это совсем Другое Тогда О это Ко мне Это точно Ко мне Это совсем Другое Да И бывает Я вот На конференциях Но не могу Поклоняться Я ухожу В конец Зала И просто Хожу И И сам Сочиняю Песни Они Одно Поют А я Пою Другое То есть Начинаю На языках Потом Мне рождается Какая-то Строчка И пока Они поют Одно Я Пою То От чего Я назидаюсь Слава Богу Аллилуйя И Сейчас Как вы думаете Что мы сделаем Давайте Помолимся О чем Помолимся Давайте Позволью Нашему Духу Немного Помолиться Ну 5 минут Мы не будем Сейчас Это делать Долго Но давайте Позволим Нашему Духу Сейчас И И Помолиться И Петь И Господь Я прошу Тебя Сейчас уже И кстати Давайте Скажем Это вместе Для нас Есть инструкция От апостола Павла Простите О толковании О толковании Языков Господь Мы просим У Тебя Спасибо Тебе За дар Которую Ты дал За разные Языки За много Разных Видов Языков И мы Просим У Тебя Толкование Всех Этих Языков Толкование Можете Руку На себя Возложить Пророчески Сделайте Это Чтобы я Не ходил По рядам И Я говорю Господь Это тоже Один из Даров Он в списке Даров Да Последним Да Он там Прописанный Господь Дар Толкования Языков Пусть Проявится Пусть Проявляется Чаще И больше Все Кто нас смотрит Все Кто здесь Я просто Вместе С вами С верой Принимаю Проявление Этого дара Чтобы мы С вами Могли Назидать Остальных Могли Знать О чем Молятся Рядом Люди Могли Знать Кто В каком Духе Кто О чем Говорит Во имя Иисуса Христа Могли Столковать То Что Происходит В собрании Господь Пусть Это Проявится Во имя Иисуса Христа И давайте Просто Начнем Молиться Сейчас Буквально Минуту Две Посвятим Молитве На языках Вы можете Не делать Это Если у вас Нет побуждения А можете Попробовать Просто начать Молиться Или петь Языками И И то И то Что У вас Проявится Понимание Можете Потом И умом Своим Помолиться Давайте Пару Минут Уделим Это Назидает Вас Это Строит Вас Минуту Субтитры создавал DimaTorzok Если вы желаете избавиться от греха и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, вам нужно обратиться к Богу в молитве. Образец такой молитвы вы найдете на странице, ссылка на которую сейчас находится на экране. Если вы верующий человек и в вашей местности нет подходящей церкви, вы можете присоединиться к одной из наших онлайн-групп и возрастать в Боге вместе с нами. Присоединиться к группе можно пройдя по ссылке, которая на экране. Если вы живете в Киеве или пригороде и хотели бы посещать домашнюю группу нашей церкви, свяжитесь с нами и мы подыщем для вас подходящую группу. Наши контактные данные на экране. А также вы можете поддерживать наше служение финансово или стать нашим партнером. Вместе с вами мы сможем сделать еще больше для Господа и помочь множеству людей. Больше информации о пожертвовании или партнерстве на нашем сайте. Ссылка сейчас на экране. Добро пожаловать в благословение Отца. Это ваш дом и это ваша семья. Субтитры создавал DimaTorzok